Всем привет! Новый выпуск 4х3, это соотношение сторон кадра и ответы на вопросы в комментариях. Комментарии по манускрипту Войнича. Пётр, что можешь сказать о переводе Елены Коноваловой? Поясню для зрителей. Елена Коновалова считает, что манускрипт Войнича написан на старочешском языке. Думаю, Елена Коновалова считает ошибочно. Не понимаю, зачем меня об этом спрашивать, если вы смотрели мои видео про манускрипт, где я выражаю совсем иное мнение. В тексте рукописи использован двухуровневый шифр, иными словами. Первый уровень – это в той или иной степени был придуман некий язык. Та или иная степень означает, мог быть придуман набор слов, но правила остались от существующего языка, допустим, латыни. Или же придуман и набор слов, и правила их употребления. Итак, был создан словарь соответствий выдуманных слов и слов обычного языка. Затем второй уровень – был придуман набор букв для записи слов придуманного языка. Но наличие первого уровня уже делает невозможным расшифровку без словаря. То есть второй этап можно считать эстетическим излишеством. Никакие современные вычислительные ресурсы не могут расшифровать текст манускрипта Войнича без упомянутого словаря. Я утверждаю это, поскольку пытался расшифровать разными, в том числе машинными способами, пока не пришел ко мнению про двухуровневый шифр, что сделало всякие дальнейшие попытки расшифровки текстовой части лишенными смысла. Когда вы читаете где-то или кто-то говорит вам, что манускрипт Войнича расшифрован, смотрите в таком случае, предоставлен ли способ расшифровки, а не сама расшифровка. Если человек может дать способ расшифровки, которым каждый может воспользоваться для проверки, отлично, тогда вы убедитесь самостоятельно. Если же способ расшифровки не предоставлен, все, это выдача желаемого за действительное. Повторюсь, в случае с манускриптом необходимы словарь и алфавит. Все. Если человек их не предоставляет, не смысла тратить на это время. Комментарий по перевалу Дятлова. Чернобров хорошо осветил эту тему. Все молчат о немецком аэродроме. В 1943 году на гору мертвецов немцы сбросили бомбы. Зачем? Ответ. Я не думаю, что Чернобров хорошо осветил тему дятловцев. Хотя имел доступ к тем людям, у которых были материалы, а также лично общался с медсестрой Солтер. В итоге, делаю вывод по его двухчасовой лекции, поверхностное знание темы и надуманное соединение с другой темой, про немецкие аэродромы. На вопрос из зала «Что убило дятловцев?» Чернобров ответил, цитирую, «Шаровая молния или что-то напоминающее это?» Очень общий и ошибочный ответ. А ведь физиологическая причина смерти каждого из группы Дятлова указана в заключениях судмедэкспертов. Комментарий про написание музыки под Линуксом, в частности в программе звукозаписи Ardor. Любительски пишу электронику. Вот начал пробовать Линукс. Ну, конечно, внешне Линукс красив. У меня Минт. Минт-версия из коробки для домохозяек пойдет. Но вот про написание музыки, тут если никто серьезно не впишется, то дело труба. Только живняк писать. А учитывая дополнительные плагины для секвенсоров, тут серьезная работа предстоит. Бесплатно мало кто возьмется. Да и профи некогда ставить эксперименты. Если мне понравится Линукс, оставлю второй системой, как сейчас. Но вот визуализация и простота, она реально есть. Я вот в форточке до сих пор настройки не могу понять и логику. Спасибо за обзор. Я тыкал, тыкал, хотя программы знаю. Чем более профессиональна программа звукозаписи, чем больше предоставляет возможностей, тем меньше в ней можно разобраться методом тыка. Ardor относится как раз к таким программам, как, впрочем, и аналоги из мира Windows или Mac. Нужно читать документацию. А далее уж вопрос привычки и личного удобства. Мне, например, быстрее работается в Reaper, версия которого выпускается и под Линукс. Что до, если никто серьезно не впишется, ну, Reaper и Ardor это очень серьезно. А кто должен серьезно вписаться? Разработчики Cubase, Pro Tools? Исходные коды большинства больших программ уходят корнями в то далекое прошлое, когда программы писались без расчета на широкую портируемость. И с тех пор в них ничего не изменилось. Изменить значит переписать критические части программы и получить на выходе нестабильную версию, которая будет работать хуже, чем предыдущая. Никто не рискнет сделать Cubase на какое-то время хуже, только чтобы Cubase запустилась под Линуксом, где Cubase, будучи коммерческой программой, заведомо проиграет свободным аналогам. В Линукс беда другая. Ниша звуковых плагинов пока не менее развита, чем в Windows или Mac. Так исторически, коммерчески и технологически сложилось. Но если я, допустим, захотел бы с нуля настроить комп с установленным Линуксом под задачу создания музыки, я бы сделал это минут за 15. Речь идет об установке всего нужного софта. Сколько это займет под Windows? Много дольше. Вы будете искать крякнутый софт на торрентах, качать его, устанавливать вручную, плясать с бубном для взлома, ругаться и ожесточаться. А в Линуксе я, условно говоря, поставлю галочки на нужных программах в списке доступных пакетов и установлю одним нажатием клавиши. И меня не будет заботить ни откуда оно скачается, ни проблемы взлома, потому что этот софт и так свободно доступен. Вот еще такой комментарий. Есть очень интересная и загадочная история о Каспаре Хаузере. Она может занять достойное место в цикле «В гостях у тайны». Отвечаю. Каспар Хаузер – тема интересная, но в ней нет моей личной заинтересованности, которая, как мне кажется, всегда обусловлена наличием в теме паранормальности. В судьбе же Каспара Хаузера, мрачной и туманной, в первой ее половине есть лишь деяния человеческие. Комментарии по Перевалу Дятлова. А если настил сделали ранее для каких-либо целей? Отвечаю. Предположения вида «а если» вообще не должны возникать в попытках разгадать загадку Перевала. Мы можем основываться только на фактах, запечатленных в документах или на фотографиях. Мы знаем, что дятловцы спускались к кедру только один раз. И спуск от палатки начался после некоего чрезвычайного происшествия. Для разрезания ската палатки использовалась финка Кривонищенко. Финка позже была найдена в снегу, неподалеку от места среза елочек, из которых выложен настил. Ну и настил там же. Из этого делаем вывод, что финка пропутешествовала от палатки вниз до кедра и настила. И настил был сооружен после начала чрезвычайного происшествия. Комментарий про выпуск «В гостях у тайны» про намеки в альбомах «Битлз» на то, что Маккартни погиб и был заменен двойником. Получается, что все намеки на смерть Пола делались с ведома его двойника? Ответ. Не было двойника. Пол Маккартни не умирал. Намеки были. Смерти не было. Комментарий про перевал Дятлова. Петр. Замечательный анализ и последовательность в передаче мысли. Умный человек, поэтому вы в итоге не раскроете всех карт. Одно только прослеживается. Вы заточены на версию аномального и паранормального воздействия, в общем-то соответствующего заключению Иванова. Ответ. Я не заточен ни на какую версию. Я анализирую задокументированные факты и делаю выводы, не отступая от источников ни на микрон. Комментарий. Друже, будет час и бажание, зніми, будь ласка, ролик, в якому расскажи, как появился первый компьютер. Не ту байку, в которой Билл Гейтс забрал его в гаражі-батька. Розтолкуй на экзистенциальном уровне, что появилось первым, программа или залезо. Как эти одиницы и нолики в залезо запхали и каким образом машина выдала ответ на поставленную задачу. Будь ласка. Отвечаю. Очень интересная тема для меня. И много лет назад я даже начал писать книгу «Ересь программирования», где с нуля описывалось, как работает компьютер и что представляет собой программирование. Но книга была отложена ради каких-то более насущных дел. Мне будет в кайф сделать, пожалуй, даже цикл передач о развитии компьютерной техники по 21 век. Но это очень большая тема, и пока я не готов над ней работать. А Билл Гейтс к созданию компьютеров, как говорится, никаким боком. Он просто в нужное время разработал нужное программное обеспечение. Часть интерпретатора языка Basic для компьютера Altair 8800. А потом в нужное время перекупил другое программное обеспечение. Операционную систему 86DOS, которая превратилась в MS-DOS. Но это 1980 год, а история компьютеров намного более давняя. К слову, первый советский компьютер, МЭСМ, был разработан в 1949-51 годах в Киеве, в существующем поныне Кип-центре, в Феофании. Комментарий по перевалу Дятлова. Есть версия, что еще двое – сын и дочь генерала Лелюшенко. Сын Борис – ровесник Игоря Дятлова, а девушка с темными длинными волосами может быть дочерью. На запрос о семье Лелюшенко сведений о его родителях, братьях, о жене и детях нет. В 1959 году Лелюшенко командовал Уральским воинским округом. Очень может быть, что он не хотел, чтобы упоминали о его детях. Отвечаю. Должен вас разочаровать, в сети отлично пробиваются сведения о детях Лелюшенко, и никто из них в 1959 году на Урале не погибал. Дети Лелюшенко – нереальные, но якобы погибшие. Очередной и, увы, устойчивый миф дятловедения, произошедший от свойства человеческого разума фантазировать вместо логических рассуждений. На сегодня все. До новых встреч!